То есть, если она его любит, да, это единственное, что должно ее интересовать. Именно на основании вот этого высказывания. Вот высказывание Ницше, оно приплетается очень хорошо к теме группового секса, ЖМЖ, счастья женщины. Он хочет, он хочет, и для нее его желание, закон, если он ведется на телку, она должна радоваться этому. Тогда он будет ее любить, понимаешь? Она будет этому радоваться, что он хочет. И она будет возбуждаться от этого, она будет защититься от этого. Она будет балдеть от этого, возбуждаться, заряжаться энергетически от этого, и тогда он будет ее хотеть. А ошибка это такая, она, значит, ну ладно, пускай ее бьет, раз он хочет. Мне плохо, но я стерплю. Терпит, он чувствует энергетически, что она терпит это. После этого он выпал, а она расстроенная такая, значит, подходит, хочет секса, но у нее уже настроение хуево, все такое, у него на нее не стоит. И она усугубляет свою ситуацию. Он у него на ней не стоит, потому что он на морозе. А она на морозе, потому что он ебал другую, короче, она не кайфовала, блять, от этого. Все, пизда, короче, она уже не хочет. Понимаешь? Она должна хавать энергию, она должна подключаться к каналу энергетическому между ним, между мной и новой бабой. Я ее распечатываю, эта телка тащится, она должна хавать энергию с нее. Она должна заряжаться от этой телки, от ситуации, от того, что люди красивые ебутся. Да, понимаешь? От его кайфа заряжаться. И когда она заряжена от этого, она хотящая, блять, у нее губы надуваются, соски набухают. И он ее хочет, гормоны выделяются. Понимаешь, да? Если телка, это для нее, ну, значит, нереально, то все. Она проиграла. Если реально, она выиграла. И поэтому она должна, как вот по правилу конкуренции у нас, правила борьбы с конкуренткой, выбить конкурентку, это один из основных пунктов. То есть она должна выбить ее, она должна ебать ее, как мужика. Тащиться от нее, отмечать ее положительные стороны, понимаешь? Отмечать, какая она классная. Это она должна делать. Если она не будет этого делать, то он не будет ее хотеть. Это ошибка. То же самое. А не лучше ли сделать, допустим, раз ты кайфанала, а второй раз ты для нее еще раз сняла? И она понимает, что это, ну, нет. А так, ну, почему нет? Это получается то же самое, что давай сегодня я заплачу в кафе, а завтра ты заплатишь в кафе. Договориться об отношениях называется, с мужиком. Нет. Ну, нельзя сказать, что она сидит. Заметь, вот в порнографии, да, и в эротике у большинства мужиков стоит на женщин, которые чувствуют себя беспомощно по отношению к половому партнеру. Это самый пик возбуждает мужиков. Когда женщина, он подходит, она такая ласковая киска, слабенькая, худенькая там, да, такая, а, отдалась, да, то есть что означает отдалась? Она признала, что он гораздо сильнее ее и бесполезно сопротивляться, и она дает ему сделать все. И он ее ебет сперва в писю, а потом она ничего не может с этим поделать, и он ее ебет и в жопу. Мужика возбуждает это. Уровень вот этот, понимаешь, значит, мужик ебет женщину в писю, да, вот, проверяется, насколько мужик крут. Если он крут, он разведет ее на секс в задницу, отымеет ее во все дыры, потому что он крут, понимаешь? Она ничего не смогла сделать, она ему дала вообще везде, где можно, понимаешь, да? Она дала с собой сделать все, отдалась полностью. Если она отдалась не полностью, то есть только писю подставила, а эта сказала попу нет, а он на это неправильно отреагировал, то она отдалась не полностью. А значит, это меньше возбуждает. По вот шкале возбуждения, да, возбуждает, что? Возбуждает, когда... Почему не возбуждает, вот вопрос такой хороший и очень правильный. Почему, когда баба дает во все дыры сама по себе легко, это не возбуждает? Почему? Очень важный момент. Почему мужчины возбуждают женщины, которые дают во все дыры? Потому что здесь нет никакого проявления силы. То есть, она дает во все дыры, да? Она по определению дает во все дыры, то есть, она не так то... Это не слабенькая киска, которая там, в принципе, ну, не доступна для всех мужчин, а для сильного доступна. И сильный появляется и берет ее, да? Возбуждает что? Возбуждает, когда она такая раз, такая нет-нет-нет-нет, а раз, он такой сильный, мощный мужик, да? У него хорошо стоит шлем, и она ничего не может с собой поделать, либо потому что он сильнее, либо потому что он и так сильно заводит, что она не может ничего поделать и отдается ему. Именно отдается ему, да? Что важно. Она отдается, и все возбуждаются, глядя на это, потому что в этом есть возбуждение. Его это возбуждает, ее это возбуждает. Это энергия, и она передается и зрителям тоже, да? То есть, она такая классная, все такое, идет такая красивая, недоступная, каждому не даст, да? Он подходит, хуяк такой, раз ей руку на задницу положил, она посмотрела на него строго, а он на нее так... И она такая, ааа, потекла, короче, и не смогла ему не дать, понимаешь? И он, значит, берет свой там палец, короче, засовывает ей в задницу, она понимает, что даже сопротивляться бесполезно, и именно ему она дает тебя отыметь во все дыры. От этого у всех мужиков встает. Почему? Это проявление силы, понимаешь? То есть, и это правильно, и это возбуждает, это проявление силы. А у женщины что от силы является? Жестственность. Понимаешь? У нее являются силы жестственность, раз. Дальше, два, молодость. Три, значит, красота, пригодность для оплодотворения, да, ну, как бы готовность к тому, чтобы родить, да? Вот, популярность у мужиков, то есть, ее хотят. Когда женщина начинает себя вести как мужчина, то есть, говорить ему, ты что, это противозаконно, ты что сейчас хочешь меня трахнуть? Я кто, я кто, я кто, я кто, животное, по-твоему, или личность? Она становится кем? Она встает в позицию силы. Силы. То есть, возбуждать будет что? Возбуждать здесь будет, если он даст ей за это по лицу, свяжет ее, и, несмотря на все, ее изнасилуют, да? Это будет возбуждать мужчин и женщин, которые будут на это смотреть. Что еще будет возбуждать? Возбуждать будет, если он что-то сделает, что она сразу, а-а-а, и отдастся ему. Но не будет возбуждать, если он скажет, сори, сори, вот это не будет возбуждать. Сори, сори, и она скажет, вот так вот меня иби, вот так вот меня иби, вот так вот меня иби. Разденется и даст ему, понимаешь, как слабому самцу это возбуждать не будет. Потому что она дает ему как слабому самцу на своих условиях. Это не будет возбуждать. То есть мужик все-таки должен ее соблазнить. Тогда это будет возбуждать публику. А если он ее не соблазняет, не показывает, что он проявляет силу, не показывает, что она не в состоянии ему не отдаться, не показывает ей, значит, что он не в состоянии соблазнить. Или не показывает, что он в состоянии изнасиловать. Вот насилие тоже возбуждает. У мужика в столь член, когда, в каких ситуациях, на насилие в столь член, у него в столь член, на страх иногда даже, на жуткий страх, когда ему страшно и он видит, как это происходит. Это потому, что центры, вот эти эмоциональные мозговые центры находятся рядом просто все и в центре возбуждения эмоционального, сильного, он находится рядом с центром возбуждения физического, поэтому мужика встает на это дело. Он смотрит, как там кто-то, вот любой мужик смотрит, как кто-то, например, фильмы, детективы какие-нибудь или боевики, и там кто-то кого-то начинает резать и убивать. У него встает. Почему? Понимаешь? Понимаешь, да? То есть, если сильные эмоции он испытывает, или в жизни он начинает видеть, как кто-то там… То есть, когда мужик видит жесткое проявление силы, а второй человек, даже не важно, мужчина, женщина, секс не секс, да, даже может, не сексуальная тема, а второй, значит, пытается сопротивляться и не может, и от беспомощности сдается, это возбуждает всегда, вот это структура, понимаешь, возбуждение, вот. Так охотницы ты же делаешь сильной, понимаешь? Я делаю охотниц сильными. Ну, это же не возбуждение. По-женски. По-женски сильными, правильно сильными. То есть, мы что развиваем? Первое. Она, мужчина, становится на колени перед сильным. АГК. Это что, как это проявление? Она сама секретировала. Тут нет собой сильные мужчины. Как это нет? Ну, чтобы он добился. Она, как сильная тёлка, пришла на своих условиях. Это шоковая техника. Нет, это шоковая техника. Она демонстрирует свое голое тело. Она говорит, и когда она говорит, трахни меня прямо сейчас, она говорит это. Вот смотри, есть разница между правильными и неправильными. Правильное выполнение, это она говорит, трахни меня прямо сейчас. А неправильное выполнение, это она, ну трахни меня прямо сейчас. Вот это неправильное выполнение. С испуганными глазами. Да, с испуганными глазами. Значит, вот, это неправильно. То есть неправильное выполнение, это когда она показывает нотки мужика, когда она показывает нотки стервоза, которая ненавидит мужика, да. Она правильное выполнение, когда она показывает женственность. То есть она показывает, я женственная тёлочка, я киска, да, мне такая вот хуй знает, понимаешь. Вот, это правильное выполнение. А когда она показывает бытло, когда она показывает мужские реакции, когда она дает ультиматумы, когда она начинает травоучительствовать, когда она начинает мужика отчитывать. Вот меня, я встречался с девочкой, вот, и она начала меня отчитывать за то, что я опоздал. Но у меня не встанет на нее. Почему? Я не захочу ее больше. А я не хочу выебать свою маму, понимаешь? Не хочу. Я мужик, я хочу быть самцом. Я не хочу телку, которая меня учит. Есть такая тема секс-учительницы. Но там тоже тема доминантная. То есть, она учит меня, учит, учит. То же самое, вот, есть такая тема секс с рабом, да? Она издевается над рабом. Он скакивает, рвет в цепи, там, наручники и так далее. Его пиздит, короче, эту, значит, госпожу нахер ее, валит, заваливает и в жопу ее ебет. Это возбуждает, потому что видим мы силу, да? Мы видим силу. Значит, вопрос, возбуждает ли, когда мужик ничтожества слабый. Это возбуждает маленький-маленький процент людей. В основном доминанта это, в основном доминанта возбуждает, понимаешь? В основном мы возбуждаемся, когда мы видим, как доминант что-то делает. А вот ты говоришь, девушка, которая дает всем подряд, ну, все дыры, она не возбуждает, потому что она так коротко. Да. Ахольца же должна, получается, как бы всем легко отдавать, отдаваться всем подряд? Нет, смотри, какая ситуация. Она не должна давать легко отдаваться всем подряд. Вы путаете, тут очень тонкая грань, понимаешь? Она как бы должна, как тебе сказать? Ну, вот смотри, на этом видео, да? На этом видео Настя отдается. Но на этом... Она же во все дыры там дает. Да, на этом видео она отдается, но... Но, смотри, какая тонкая грань интересная. На этом видео она отдается, но... Там видно, что они проявляют качество агрессоров, да, жестких, которые хотят ее ебать. А она им отдается. То есть, я не то говорю, что она посопротивляться должна. Кстати говоря, вот многих это возбуждает, чтобы женщина посопротивлялась, да? Чтобы она посопротивлялась, ну, правильно. Смотря как. Надо сама идти брать, а сама брать это... Нет, сама брать правильно. Мужики хотят, чтобы была женщина активная, но... Когда ты активная, как телка, понимаешь? Ты активность проявляешь, как телка. ты его разводишь на секс как тёлка, не как мужик, не прижимаешь его, не зажимаешь его, ты его провоцируешь, ты с ним общаешься, ты делаешь провокации, ты раздеваешься, ты тащишься, понимаешь, ты всё время делаешь ближе-дальше, ты тащишься с своего тела, ты начинаешь дрочить, мастурбировать, да, ты новая тёлка, но ты, я тебе ещё раз говорю, одни-ни-ни-ти те же действия можно сделать женственно и как мужик, Ты можешь женственно это делать, ты можешь тащиться, ты можешь дышать как женщина, да, показывать, что ты отдаешься. И ты можешь сделать это как мужик, сесть, так, еби меня, короче, вот, это разный, как бы, ты по-разному отдаешься, понимаешь? И когда ты как женщина отдаешься, должно быть так, он сильный мужик, ты в ответ на его силу взяла и отдалась. То есть он на тебя гаркнул, а ты встал на колени и сказал, я хочу тебя отсосать за это, да, вот. А когда он проявляет себя как говно, ты не должна этого делать, понимаешь? То есть ты не должна в ответ на его неуверенность, да, давать ему или там что-то еще, понимаешь? Но, опять же, еще раз, тут как бы вопрос такой, что раскачка должна быть. То есть вот он, например, ведет себя неуверенно и как говно, а ты вычмарнул, он разозлился, ты встала на колени и ему дала. То есть ты раскачала его, он неуверенно и говно, а ты сказала, ты неуверенно и говно, ты не можешь ничего, ты говнюк вообще. Он заткнись, пизда, блядь, разозлил его Ты раз и сразу ему дала, понимаешь? Это возбуждает, опять же, ты из него вытащила вот эту эмоцию доминанта Вытащила и дала ему сразу, понимаешь, да? Он возбудился за счет того, что на тебя разозлился А ты взяла и сразу стала слабой женщиной и дала ему, понимаешь? Ну вот так вот это надо делать, то есть это правильно Ну там еще вот, если разбирать детально, много-много-много нюансов Огромное количество того, что возбуждает, того, что не возбуждает Того, что правильно, того, что неправильно Все сводится к одному принципу из этого Что мужик должен вести себя правильно и быть 100% доминантом А женщина должна быть женщиной и быть под ним И счастье ее это он хочет Он хочет, он сказал, он ведет себя как мужик Он самец, он сильный, я ему отдаюсь, я хочу его, все, понимаешь? Понимаешь? И, значит, ошибки делают следующие Понимаешь? Ошибки делают следующие Приходят и говорят, ну я же его спровоцировал Я ему начала говорить, чтобы он приезжал вовремя на свидание Что он мудак А он взял и ушел Почему? Я же его провоцирую Значит, он не самец Нет, понимаешь? Это не так Это самец, который пришел Ему сказали, ты мудак Он встал и ушел И больше не встретился Понимаешь, да? Он просто слил Нельзя так делать То есть ты должна почувствовать мужика Если человек приходит к тебе И у вас еще с ним отношения, ну, не такие, это самое Чтобы выебнуться на него Не сметь на него выебываться Понимаешь? Пока нету ценности твоей Вообще лучше не выебываться Понимаешь? Лучше на мужика не выебываться Лучше быть послушной Лучше быть телкой Если ты Ты понимаешь? Когда выебываешься, что происходит? Ты фактически пытаешься, короче Подчеркнуть, что Ты с ним хочешь воевать Ты хочешь воевать Ты какого хуя пытаешься воевать с мужиком? Ты не воюешь с мужиком Ты ему помогаешь, понимаешь? Ты с ним играешь Ты его соблазняешь Ты его цепляешь глазами Ты с ним не воюешь Если ты начинаешь выебываться Значит, ты воюешь с ним Значит, ты пытаешься дерзануть Да он тебя нахуй сольет Ему не нужна такая телка Ему нужна телка, которую он хочет А тёлка, которая хочет, находится по другую сторону. Она из тех, кто не воюет с ним, понимаешь? Не показывает, я тебя сейчас. Да кто ты такой, понимаешь? Иди ты нахуй, да? Вот не такая она тёлка. Это к этой женщине он не будет испытывать ни влечения, ни эмоции. Ему захочется просто её опустить. Он выебит её, чтобы поднять свою самооценку. Я смог её выебать. Всё, понимаешь? Он не будет её любить. Любить не будет. Потому что любовь находится на другом уровне. Любовь находится на уровне, когда это не эго. То есть здесь мы говорим, вот ты взяла, что такое в япон? Это эго. Ты берёшь, своё эго ему показываешь, а он тебя взял и обломал. Он здесь реализовал своё эго. Умение тебя обломать. Умение тебя взять. Всё. А любовь идёт на уровне, когда эго отключаются. Нету эго. Нету нихуя. Да, есть только вот естество, понимаешь? Женщина и мужчина. Физически, природно. Она женщина, а он мужчина. Он подходит к ней, она тащится от него. Он подходит к ней, она балдеет от него. Он подходит к ней, она ничего с собой не может сделать. Потому что его гормоны, феромоны, блядь, ей крышу сносят. Понимаешь? Вот это, к этому нужно стремиться. А когда тёлка подходит и выёбывается, чтобы он её уебал, да? Нету никакого физического притяжения. Никакого. А основа страсти – это химия, понимаешь? То есть твоя задача сделать так, чтобы не надо было ему тебя уёбывать. А он тебя хотел без уёбывания, без провокации. Никак личность тебя уебать и показать. Я выебал там Анжелину Джоли. Я крут, блядь. Это неправильно. Это не любовь, это не страсть. Это как бы он галочки ставит. Он самооценку всё поднимает, что я смог. Я крут, понимаешь? Поднялся самооценку – молодец. И чего дальше? С любовью здесь никак не связана эта история. Необходимо, чтобы на уровне физическом он подошёл к тебе и он начинал колбасить и штырить от тебя. Понимаешь? Без твоих этих характера. Без столкновения эго его и эго твоего. То есть он подходит. Ты – классная охуенная женственная киска. И у него начинается, понимаешь, он вдыхает аромат твой. Он смотрит на тебя, смотрит тебе в глаза и начинает тебе хотеть по необъясненному причину, потому что ты себя правильно ведёшь, ты женственная. Ты поддаёшься ему. Ты показываешь, что, значит, ты там гуляешь по парку, понимаешь, туда-сюда, ты личность и всё такое. А он подошёл, и у тебя коленки, сука, поджались рядом с ним. Всё. Всё у него начинает вставать на это. И он у него будет стоять до тех пор, пока ты себя так ведёшь. Понимаешь, да? И он начинает… Самая основа, основа, основ отношений – это физическое влечение людей. Бессознательное притяжение друг к другу, всё. Вот если есть бессознательное притяжение друг к другу, на уровне бессознательного люди будут идти к тому, чтобы решить все свои проблемы с ёбанными характерами. Все свои проблемы с эго, потому что они хотят быть вместе. Желание идёт из бессознательного, это означает, что они должны друг друга зацепить. На бессознательном уровне, значит, он к ней подходит, она его цепляет на бессознательном уровне. А не так, он к ней подходит, она говорит, «А ты считал Пушкина, мудак, пошёл нахуй, ах ты пизда, иди сюда, блядь, на тебе, Пушкина, сука, ёбаная, по жопе и хуяк, отъебал её это, да? Что он сделал? Самоутвердился. Показал, что он может и выебать, потому что она его спровоцировала. И всё. И потом вопрос, а почему он второй раз не звонит? Потому что ты его не соблазнила на физическом уровне. Ты его должна была соблазнять на химическом и физическом уровне. Он подходит к нему, а ты стесняешься его, ножку за ножку поставила, посмотрела на него большими глазами, покраснела, соски набухли, он подумал, бля, как бы классно её выебать. Как бы было классно её выебать. Потому что не потому, что она меня бесит, блядь, тварь ебаная, а потому, что я её хочу, у меня на её охуенно стоит просто так. Она даже слова не сказала, у меня встал. Ни одного слова ещё не произнесла, а у меня уже стоит у неё пиздец, хочу её. Всё, никаких характеров. Всё, пошёл и... И хочу её ещё. Хочу, потому что она меня расслабляет. Я напряжённый, я со всеми воюю, я даю всем пизды, короче, у меня на работе жопа. Она меня расслабляет, я хочу расслабиться. Я с женщиной расслабляюсь, я хуёво сплю. А с тёлкой расслабляюсь. Да? Мужика такая жизнь, он в стрессе находится очень часто. И она должна расслаблять его. И как может она себе позволить его напрячь? Как может она себе позволить понтануться и кинуть какую-то борзоту на него, понимаешь? Что она добивается этим? Только мужика под пиздой может зацепить таким образом. Только под пиздой. Потому что мужик под пиздой будет хавать это. Сильного самца, крутого мужика, который, блядь, воюет с этим миром, она не зацепит. Потому что он её пошлёт нахуй. У него достаточно напряжения везде. Потому что он сильно, он тянет там что-то и так далее, да? И ему необходимо, чтобы он подходил к ней, у него просто его проштыривало, расслабляло. Уводило в другую реальность вообще. Все мышцы расслаблялись. Он улетел в астрал, а когда он от неё ехал, он понимал, что он забыл про все свои дела нахуй. Потому что на бессознательном уровне идёт работа. А не на уровне эго-эго, да? Эго-эго это пизду. Это не стратегия никакая. Эго-эго это общение двух людей. Люди ищут страсти, эмоции, любви. Они находятся все на бессознательном уровне. Когда эго выключается. Когда личность не имеет никакого значения. Вот они этого ищут. А те люди, которые ищут себе пообщаться, тёлку, те люди, мужики, которые ищут тёлку, которые в состоянии ему что-то ответить, они просто не разбираются в этом вообще ни хера. Они просто ищут тебе друга. Так друга ты можешь найти среди мужиков. Друга ты можешь также найти среди женщин, да? Но этого друга не надо делать любовницей своей. Любовнице надо делать женщину, которая тебя расслабляет. Это из эмоционального мира. То есть любовница это любовница. Слово любовь, эмоциональный мир. В эмоциональном мире другие законы. В эмоциональном мире моя девочка может быть из другого социального круга. Она может быть мне в моём социальном кругу, в моём эго. Не пора. Она может быть. Я буду приходить к ней и буду счастливой с ней. Я могу быть политиком, она может быть студенткой. Понимаешь? Я буду приходить и я буду с ней счастлив безумно. Потому что когда я с ней, я улетаю в космос. Понимаешь? У меня страсть на таком уровне, что я улетаю в космос. Всё. Это основа. Основ. Люди все. Все системы. Все образовательные системы. Семейная тема. Они все борются. За что? За отношения такие. Вы должны друг другу как эго-эго подходить. Моя личность подходит к твоей личности. Мы должны вместе быть. Они убивают любовь и страсть. То есть они работают. Все вот эти вещи, которые на комфорт, на постоянство. Они работают против любви и страсти. Потому что в любви и в страсти не существует постоянства, не существует комфорта. Не может быть. Из построения этих вот понятий. Любовь не постоянно. Она просто раз и ушла. Эмоции тоже, они не постоянно. Они здесь и сейчас есть. А через час их нет. И я не испытываю никаких эмоций. И мы не можем строить там ни эмоции, ни любовь на принципах постоянства. Этого не может быть просто. И страсть не может возникать тоже на принципах постоянства. Понимаешь? Поэтому принципы должны быть вообще в корне другие. Если ты хочешь страсти, если ты хочешь любви, да, ты должна строить их по другим законам. Люди думают, почему, блядь, я несчастлив? Почему я несчастлив? Ведь я же все делаю правильно. Я же нашел девушку, которая мне подходит. И она из такой же семьи, как я. Я, сука, с ней несчастлив. Нашел телку, которая ему вообще не подходит. Но с ней счастлив отрывается. Я, мальчик из семьи ученого, нашел телку из семьи военного. Красивую, длинноногую. С голубыми глазами. Она меня вставила, но она же из семьи военного. Я не могу с ней общаться. Да, ты не можешь с ней общаться. Да, у тебя не получится с ней общаться. Ты ляжешь с ней в кровать и все забудешь. Зачем тебе с ней общаться? Она будет тебя искренне любить. Будет цветы тебе носить. Да, она будет за тебя вписываться везде. Ей вообще насрать будет на то, чем ты занимаешься. Она будет вписываться в тебя. Даже если ты будешь заниматься чем-то противозаконным. Потому что она тебя любит. Понимаешь? Все. Это любовь. Она может не разбираться в твоей математике, в твоей физике, которой ты занимаешься. Но она будет любить и вписываться за тебя везде. Потому что ты просто человек, с которым она испытывает то же самое. Она теряет контроль над собой. Она теряет личность свою нахер. Ей она становится не нужна. Она уходит в эмоциональный мир вместе с тобой. Она уходит от реального мира, от материального мира, в эмоциональный мир. Который такой же реальный. Просто он очень скуп. Он очень беден в последнее время. Потому что люди зациклились на бабле, на комфорте, на тачках, на квартирах, на таунхаусах, на коттеджах. А любовь там где-то в жопе. Везде. Понимаешь? Никто не хочет создавать любовь. Все хотят создавать семью. Никто не хочет страсть создавать. Никто не хочет охуенных любовниц. Все хотят порядочную жену. Никто не говорит о том, что я хочу охуенную любовницу. Блять, вот я хочу охуенную любовницу Мне плевать, кем она будет Она может быть кем угодно Школьной учительницей, бизнес-леди Студенткой, нищебкой, бомжихой Понимаешь, похуй Если мне будет с ней охуенно Я ее отмою Я ей сделаю все, что нужно И она будет охуенно счастливой телкой со мной Понимаешь, я ее прокачаю там Все, что нужно сделаю Или если она бизнес-леди Я тоже отмою от говна этого Социального, да Если мне будет с ней хорошо То есть у любви нету никаких преград Никаких социальных, материалистических и так далее Понимаешь, вот У нее единственная преграда Это этот дебильный мир, который не хочет Чтобы была любовь Он хочет семью, он хочет постоянства А любовь против постоянства Она против, она здесь и сейчас Она живет сейчас и здесь и все Она живет, потому что у людей Вот сейчас страсть идет Вот сейчас химия идет Сейчас физически мне хочется с ней быть Не могу с собой ничего поделать Это я перестал себя контролировать с ней Я тащусь от нее, да И все говорят И что? И против любви весь мир Почему? Все говорят Ой, блядь, я влюбилась Я вот влюбилась, да И все пошло не так Все шиворот на выворот Все пизда всему И после этого человек перестает Отдаваться любви Он перестает Понимаешь, как бы Он на основании своего негативного опыта Этот человек говорит Когда я влюбилась Мне стала не нужна работа Мне стала не нужна квартира Мне стала не нужна машина Я просто проебала все Я стала ничтожеством Я перестала быть личностью Так ты получила, дура Самое важное в этом мире Что существует И что Не оцениваться никакими баблосами Квартирами, машинами Охуенные, глубокие, сильные чувства Понимаешь? Она получила Охуенные, глубокие, сильные чувства И она говорит, что Так как они прошли Так как они прошли эти чувства Тогда, когда у нее были чувства Ей плевать было на машины, квартиры и дачи А сейчас, когда уже чувств нет Она сожалеет об этом И не хочет больше вляпываться в эти чувства Она не хочет больше повторения этой истории Потому что ей сейчас комфортно Она уже отошла Там все такое И сейчас здесь И сейчас она думает Так как она уже не испытывает этих чувств Думает Я была круглой дурой Я просто проебывала все Ради какого-то мудака Она уже сейчас считает его мудаком Потому что она уже не испытывает тех эмоций Которые она испытывала раньше Но это, сука, не значит Что надо хаять любовь всем, блять И говорить, что это говно Это просто значит Что сейчас ты, сука, не любишь никого Потому что когда ты будешь любить кого-то Тогда тебе станет опять насрать на все И опять ты будешь радоваться людям Проходящим мимо целующимся И перестанешь на них там ворчать И говорить, блять, что вы тут лапзаетесь Понимаешь, да? То есть вот основа основ Я сколько раз распечатывал эскортности Я сколько раз распечатывал этих моделей Которые за бабло отдаются только И всегда происходила одна и та же история Они сперва охуенно в меня влюблялись Они тащились У нас были разные истории Им становилось начихать и наплевать На, значит, эти бабки На шейхов На мужиков богатых Вот Они тащились какое-то время Потом, когда любовь уходила Они говорили Нет, это не наша тема Алекс учит тому, чтобы давать бесплатно А мы любим давать за бабло Они скрывают в себе чувства Обиды сейчас Обиды за то, что я не с ними Обиды за то, что эмоции, чувства прошли Понимаешь? Они скрывают Они начинают что? Воевать против любви Против себя же Это любовь жила в них когда-то Она говорит Ой, я была дурой Потому что тогда, когда я тусовалась с Алексом Блядь, я не понимала, что я теряю время Там, траля-ля Надо было бабки зарабатывать Квартиры, машины и так далее Но мы не унесем, блядь, это с собой ни хера Понимаешь? Мы не унесем с собой ни квартир, ни машин, ни бабла Ни золота, ни бриллиантов И мы от этого материального Не получаем никакого удовольствия вообще На самом деле Все удовольствие в том, что Кто-то другой подумал Что я крутая И мне это самооценку поднимает чуть-чуть И я от этого кайфую Все смотрят, какая пизда И все мне хотят Но когда ты любишь Тебе плевать, что на тебя все смотрят Он тебе не звонит Тебе весь мир не мил Тебе пиздец вообще происходит И тебе наплевать без него, короче Что все шейхи эти не нужны Золото не нужно нахуй, понимаешь? Тебе вообще ничего не надо Он не звонит Все, у тебя пиздец, крыша съехала Нужно внимание только одного человека Когда ты втрескалась И это уходит на второй план Все уходит на второй план Поэтому и говорят Любовь это болезнь Но это такая болезнь, понимаешь? Которая на самом деле Самое ценное, что есть у человечества Это единственная ценная болезнь Существующая у человечества Как только ее не станет Мир станет похожим на серый склеп Без этого дела Вот Потому что охотница не должна любить никого Как это не должна? Охотницу учат Именно этому Прекрати Охотницу именно этому учат Способности влюбляться Втрескиваться Ставить на номер один Это А на номер два Все остальное На второе место Ставить Все остальное На первое место Это любовь У охотницы Охотница Любовница Охотница не жена Она любовница она легендарная любовница. По построению идеологии охотница является легендарной любовницей. И ей наплевать на материальные ценности. Потому что она ищет любовь и эмоции. Понимаешь? Если ее любимый не звонит, я ее все не мог. И она не может ничего делать. А что она делает? Что делает охотница, если любимый не звонит? Что делает? Действует сразу. Она действует. Либо она что-то делает, а если он не просыпается, не реагирует никак, она начинает действовать конкретно. Она начинает делать что? А вот тут начинается разговор о том, что делать с эмоциями, когда тебе больно. И вот здесь я вчера, Лилит, объяснял такую вещь, очень грамотную и важную. Что, когда тебе больно, принцип такой. Все мы проецируем с чувств на базовые чувства. То есть, мне больно от того, что на меня происходит воздействие со стороны человека, которого я люблю. Но в этом чувственном мире эти эмоции, мне сложно их описать, они слишком сложно сочиненные, скажем так. Поэтому я, как бы, учитывая то, что эта эмоция в иномерном пространстве, где есть базисы, я просто скидываю к единичному случаю, к единичному базису все это. Аналогию проводим, или называется взаимооднозначное соответствие. строим, как бы, некую функцию, проецирующую любовь, боль от любви, на боль от того, что у меня горит рука. Вот это проекция. То есть, это аналогичное чувство, аналогичное сродное тому. Мне больно от любви, мне больно от того, что горит рука. Любовь на меня воздействует, огонь на меня воздействует. Теперь, если у меня горит рука, какие варианты действия есть? Справиться с этими чувствами. Чтобы, если я могу ее потушить, я должен ее потушить. Она должна перестать гореть. Потушить любовь, да. То есть, это что значит? Это значимость снизить. Это аналогия. То есть, я просто объясняю, почему это верно строго. Потому что это аналогия. Аналогия самоочевидна. Если горит рука, я должен ее потушить. Если я воткнул отвертку в руку, и она у меня болит, я должен достать отвертку из руки. То есть, я должен решить проблему. Если любовь не получается потушить, что мы можем сделать? Мы должны что сделать? Если у меня горит рука, я испытываю сильную боль. У меня есть метод. Какой? Метод вызвать еще более сильную боль в другой точке организма. То есть, это найти другого. От которого я получу или боль, или эмоции. Неважно любые. Боль, эмоции. Смогу ревновать его. Третий вариант. У меня горит рука. Получить приятные эмоции. И наложить на горящую руку. То есть, у меня горит рука, и я начинаю дрочить на это. Когда человек возбуждается, у него выделяются различные гормоны, которые позволяют справиться с болью. Человек здоровее и так далее. То есть, это означает, что как только у меня появляется боль от любви, как в книге «Ремарка», не помню, как называется, там какой-то мужик, у него умерла жена, и он пошел и трахал 19 проституток в этот день. То есть, он что сделал? Он накладывал на... Одновременно накладывал на эту боль возбуждение и одновременно еще с этим, да, находил другого человека, других людей. Понимаешь? Вот секс... То есть, ты можешь, если тебе больно от любви, ты можешь найти другого человека и с ним закрутить роман. Или ты можешь найти другого человека и трахаться с ним. Трахаться так круто, чтобы эта любовь как бы остывала в тебе. Когда тебя трахают, удовлетворяют, и когда это хороший любовник, тогда любовь отказывает. Понимаешь? Любовь уходит на второй план, как фон. Вот. И тогда, тогда решается проблема. Одного, второго, третьего перебираешь, кто-то из них все-таки западет в душу. Открываешься этим людям. Начинаешь входить в них, углубляться. И с ними, когда находишься, не думаешь о той любви, которая у тебя есть. Все, это метод решения. И она отходит на второй план. И потом, любовь, это чувство, а чувство здесь и сейчас. Если его долго нет, если рядом нет воздействия, источник этого, то рано или поздно ты его забудешь. Это означает, что пока... И при этом нельзя оставаться одной. Если у тебя есть любовь, у тебя штырит этого чувака, то не надо оставаться одной в квартире. Надо идти и охотиться. Гулять надо. Надо идти одного, второго, третьего. На четвертом человеке ты поймешь, что нахуенный ты найдешь четвертого, пятого. Ты должна их пробовать глубоко. То есть, ты должна пробовать их полностью. Не так, как телочка. Она хочет ебаться с тем, кого любит. Это очевидно. Понимаешь? Она хочет ебаться с тем человеком, которого любит. Это нормально. И он ей недоступен сейчас. Он ее посылает в жопу. Он не звонит. Он завел любовницу. Ее штырит от этого, от этих эмоций. Что она должна делать? Она идет, встречается с одним, с другим, с третьим. И, очевидно, она не хочет. Потому что она сейчас хочет другого. И она говорит, я не могу. Она правильно говорит, она не может. Так вот, надо через это не могу дать одному, второму, третьему. Потому что сейчас, в данный момент, вся ее пизда, она горит одним членом. И она никогда не захочет другого члена, пока она думает о нем. Она будет год о нем думать. Так ее надо насиловать, свою пизду, в этом смысле. Надо насильно пойти и на зло себе дать одному, второму, третьему, пока эта пизда не придет в себя. Пизда приходит в себя. Начинает отходить плавно, медленно. На четвертом мужике она начинает приходить в себя. И она не идет бросаться с многоэтажки. Она начинает понимать, что секс может вывести ее из этого состояния. Хороший классный секс с хорошим эмоциональным любовником. Может вывести ее из этого состояния. Он оттянет это. И только после этого не надо возвращаться обратно. Потому что вернется эта проблема сразу. Надо полностью соскочить с этого чувака, который тебе недоступен. Понять его значимость и найти еще одного такого же аналогичного ему любовника, крутого, от которого тебя штырит. Чтобы ты могла иметь рецепт, понимаешь, могла иметь вакцину против этой боли. Чтобы ты могла затащиться. Когда у меня была проблема с телкой, когда я очень сильно подсел на нее. Классная эмоция была. Ты же понимаешь, у меня дохера любовница. Когда у меня была проблема с телкой, меня дико по ней штырило. Я когда, значит, я начал перебирать и сразу нашел любовницу, которая кончала от меня там невероятно и так далее. И сразу поехал к ней. А только она могла значимость понизить. Она очень круто ебалась со мной. У нас не было такой любви, отношений и так далее. Настолько сильно не нравилось. Но она так круто со мной ебалась, что меня оттягивала от как бы желания пойти, повеситься или сдохнуть, понимаешь, без человека. И созависимость эту снимала очень хорошо. Поэтому здесь это один из самых сильных методов. Понимаешь, да? Ну да. Это, пожалуй, единственный сильно работающий и действующий метод. Потому что метод ходить в 10 сеансов у психотерапевта, как Настя Поплыка говорила уже все время, это не работает ни хера. Это так же работает, как гадать на кофейной гуще, понимаешь. Так же работает, как сходить к священнику. Ни хера не оттягивает. Вот. Оттягивает только вот такие кардинальные, четкие вещи. Идти и действовать, идти и действовать. У тебя штырит, болит, надо действовать. Тушить, сука, этот огонь надо. Надо тушить его. Вот не тушитель взять, пойти дать кому-то, понимаешь. То есть это очень важно. Пойти в стриптиз-клуб, отдаться стриптизеру там. Сделать какого-нибудь безумия. Сделать так, чтобы он в тебя кончил, понимаешь. Какую-нибудь хуйню сделать для того, чтобы тебя отпустило. Понимаешь. Без использования наркотиков, алкоголя, транквилизаторов и так далее. Просто в чистом виде. То есть можно контролировать это в чистом виде. Если ты снимаешь с себя заморочки по поводу секса и комплекса. Потому что люди как делают? Они не снимают себя, они не работают со своими комплексами в сексе. Они не работают со своими сексуальными зажимами. Они считают секс греховным и низким. Поэтому они колются, поэтому они нюхают, поэтому они нажираются в слюне, поэтому они используют экстази, поэтому они курят дохуя. Понимаешь. Секс это штука естественная и здоровая. И у общества, и у религии, и у культуры, и у государства охуенные предрассудки в сексе, потому что лидеры этих всех систем, они все с предрассудками в сексе. Они у всех комплексы, понимаешь? У всех предрассудки, все дико зажаты. Поэтому они уходят в наркоту, поэтому они уходят в алкоголизм, поэтому они уходят в курение, понимаешь? Из-за этого, если их сексуально вылечить всех, сделать сексуально адекватными людьми, которые адекватно к сексу относятся, которые не воспринимают сексу как нечто грязное, нечто источник рассады и заразы. Источник заразы это наркомания, источник заразы это алкоголизм, когда человек в бессознательном состоянии, неконтролируемо вступает в половой акт, хуй знает с кем. А когда ты трезвый, когда ты без состояния какого-то наркотического опьянения, когда ты не укуренный в хлам, ты не будешь принимать неадекватных решений, ты будешь спать с тем, кого ты хочешь, понимаешь? Ты будешь заниматься сексом осознанно, с тем, кого ты хочешь, потому что ты хочешь этого, ты хочешь трахаться, ты признаешься себе, мне надо, первое признание, мне надо трахаться регулярно, а второе это, что ты этого хочешь и ты это любишь, понимаешь? И это важный момент, потому что у тебя физиология так работает, если мужик здоровый, у него хорошо стоит, если женщина здоровая, у нее хорошая потенция, у женщины женская потенция хорошая, если люди здоровы, они хотят этого, если они больные, как только у мужика не стоит, он начинает умирать. Это смерть. Мужчина умирает, когда у него перестает стоять. Женщина умирает, когда, когда реально девушка умирает, становится теткой, когда у нее перестает стоять. А? Нет, когда у нее стоять перестает на мужиков, когда она перестает видеть в мужчинах особей противоположного пола, которых она хочет, понимаешь, да? Она перестает быть женщиной, она, значит, становится человеком. Она, значит, человеком живет в этом мире. И она уже, уже вот на стадии подхождения к смерти. Эта стадия у некоторых длится 40-50 лет. Они не живут реальной эмоциональной жизнью. У них эмоциональной жизни нету. Вся эмоциональная жизнь в книжках, в фильмах, они сами не живут. Они должны жить сами, понимаешь? Эти люди должны жить сами. Они должны сами переживать какие-то эмоции. Они должны сами встречаться с кем-то. Они должны сами удивляться. Они должны сами видеть каких-то людей интересных, понимаешь? Реагировать на них живо должны. Они должны удивляться им. Они должны возбуждаться от них. А они вместо этого читают, как это происходит. И сами друг с другом на расстоянии общаются. Здравствуйте, извините, до свидания. Ни эмоций, ни разбитых стаканов, ни секса на разбитой квартире, понимаешь, как в это. Все смотрят фильмы мистера и миссис Смит. Все охуенно реагируют на этот фильм. Понимаешь, как они классно ебутся на разрушенном доме. Вот этот фильм метафора для любви и страсти. Понимаешь, все говорят, любовь разрушает нам туда-сюда. Блядь, да, любовь разрушает, потому что люди так счастливы, что им похуй, что они, блядь, взорвали, сука, этот дом. Они счастливы настолько, они говорят друг другу, мы взорвали дом, да хуй с ним, построим новый. Вот когда нас колбасило с охотницей, да, мы могли разрушить квартиру, уехать и были счастливы, понимаешь. Да плевали мы на эту квартиру. Мы так сильно любили друг друга, что у нас такая была мощная энергия друг к другу. Мы давали такую энергию, что все эти тарелки, которые мы расхерачили, все эти там кружки нахер не нужны, понимаешь. Они не нужны. Мы соберем и купим новые. И все. Это будет позитив. Черт его матери, понимаешь, мир, он должен быть динамичен. Мир должен меняться, да. Вот. Но когда люди начинают зацикливаться на предметах, например, кружка, стакан, это важно для них, понимаешь. Важно ничего не разбить. Важнее, чем чувство. Она может уйти в дикий негатив, что я разбил кружку. Понимаешь. Да наплевать, что она разбила кружку. Наплевать, что хоть она всю посуду пускай перебила, понимаешь. Вот эта любовь. Пускай бьет. Главное, чтобы любила. Вот что важно. Пускай она не умеет мыть посуду. Главное, чтобы смотрела круглыми, большими глазами. И тащилась от меня. Пускай она готовить не умеет. Главное, чтобы она смотрела на меня большими, круглыми глазами. Я говорю, что мне не важно, что тёлка не умеет в гареме готовить. Похуй на это. Главное, чтобы она любовь испытывала, чтобы глаза по пять копеек были, когда я с ней общаюсь. Вот что важно. Это пиздец как важно. Это самое важное, что может быть на планете. Понимаешь? Это то, что ни за какие бабки не купишь. Это то, что никаким образом не заставишь человека испытать. Это человек свободен испытывать сам по себе. Понимаешь? Вот. Это важно. Важно, чтобы она может сесть на плиту и дать мне. Я могу голодный её ебать. Понимаешь? И тащиться от этого. Как мы, кстати, делали. Вот. Я говорю, где это самый обед? А девочка садится на плиту, раздвигает ноги охуенные красивые. Говорит, вот тебе обед. И мне не хочется уже есть. Понимаешь? И люди говорят, ну ладно. Так ты протянешь там год. А дальше что? А дальше смерть. Дальше смерть. Понимаешь? Дальше смерть. Любовь уходит. Дальше. И дальше у них, у людей, у обычных нормальных людей, начинается бытовуха, которая у меня никогда не начинается. Я самый счастливый человек на планете. Потому что когда у меня уходит любовь, я ухожу вместе с любовью. Давай, детка, до свидания. Иди испытывай эмоции с другим мужиком. Мы говорим об эмоциональном мире. Понимаешь? Если ты хочешь выполнять функции в этом же, у людей сразу возникает вопрос. А как же дети? А кто же их будет растить? А ответственность? И тут они становятся взрослыми людьми. И взрослый человек, как ты знаешь, это шаг к смерти. Из молодости во взрослость шагнул. Ты подошел к смерти. Ближе на один шаг. Не надо делать этот шаг. Не надо становиться взрослым. Можно остаться ребенком. Можно детей растить непринужденно так же. Понимаешь? Ребенком дети много не хотят. Детям много не нужно. Им нужна только любовь людей опять же. Няньки там эти все, которые о них заботятся. Они могут автоматически менять им пеленки. Памперсы, блядь, покупайте. Понимаешь? Вот у меня, когда мы тусили с охотницей, да, и с дочкой, мы иногда про нее тупо забывали, про дочку. Нас так штырило друг от друга. Мы просто, сука, забывали про дочку. И что было? Дочка тянулась к нам. Она видела любовь. Понимаешь? Она видела и оттащилась от любви. Она начинала с мамой конкурировать. Она говорила, мой музык, мой музык. Она видела любовь. Это самое ценное, что она в своей жизни видела. Реально. Она видела любовь. Как любят мама, папа. Папа, мама. Им похуй, где находиться. У нас не было квартиры. Мы путешествовали по миру, короче. То там, то здесь, в Таиланде, в Израиле, короче. Там, да, были. Нас, я помню, любовницам. Моя, которые я их привез. Вот эта вот история, короче. Когда я, значит, охотницу с дочкой привез к любовнице своей. И мы разыграли любовницу. Зашли, сказали, что, ну вот моя жена, мой ребенок, поживем у тебя. Вот. Дочку ложили спать. Классно трахались. У нас было ЖМЖ. Классно. Мы ебались там. У охотницы крыша съезжала. Вот. Я ее ебал. Она, когда видела, как я ебал других, она дико заводилась от этого. Потом мы трахались всю ночь. И вот смотри. Вот эта любовница, да, она была классная. У меня на ней хорошо стояла. Она была новая телка. Но что умела охотница делать? Она умела делать так, что она тащилась безумно, когда ебу новую телку. И потом она такая была, блядь, возбужденная, такая вкусная, такая пизда, что я ее ебал всю ночь. Я после новой бабы ебал охотницу всю ночь. И после этого новая баба, любовница, мразнулась на меня. И выгнала нас с ребенком нахер на улицу. И мы были, я помню, приехали к этой, к Вике, да, когда, значит, она нас выгнала, короче, я, мы нарисовали там, что-то, она начала мозги бачить, что вот, там, вы за свет должны заплатить. Мы оставили ей 50 евро, вот, разрисовали эти 50 евро, отдали Сашину соску, вот, и написали, что, типа, подарок тебе от малышки, да, и сваливали. И на, у нас не было даже негатива, мы так ржали от того, что нас Вика выгнала, понимаешь? А мне понятна сейчас ее ревность. Ну, когда ты видишь такую любовь, когда ты видишь, что людей так друг от друга штырят, тебе кажется, что ты лишний человек, понимаешь? Но, заметь, а ведь изначально-то было, охотница лишняя, понимаешь? Но потому, что она правильно себя вела, потому, что она перетягивала на себя внимание таким образом, что она тащилась от этого, а Вика не тащилась от того, что я трахал охотницу, а охотница тащилась от того, что я трахаю Вику. Она возбуждалась от этого, она дрочила на эти эмоции, на эту боль, понимаешь, которая не возникает от того, что ее любимый мужчина трахает другую. Она видит это, и она начинает на это просто мастурбировать, да? И она брала, короче, она мастурбировала, а потом просто брала, короче, клала руку ей на пися, а там она вся мокрая. И говорила, выбей меня, мудак, блядь. И я ее очень хотел, у меня так вставал на нее член после этого, понимаешь? У нас была невероятная страсть, сильная страсть, и я ее ебать хотел гораздо сильнее, чем любую новую телку, после того, как она так заводилась. То есть, и она перетягивала на себя все, страстью своей, эмоциональностью своей, любвеобильностью своей, понимаешь? Сексуальностью своей, которой в ней невероятное количество было, потому, что она просто хавала эту энергию. Когда мужик ее любимый трахал другую, мы как раз с ней познакомились так, я ее так завел, когда вначале начали общаться, я ей написал, что моя эротическая фантазия, чтобы, значит, ты ебалась другим и смотрела мне в глаза, что-то такое. Секс на зло. Вот с чего началась наша переписка. И она написала, секс на зло, такого я еще не пробовала. Это я хочу попробовать. И мы встретились с ней, потрахались, а потом у нее был секс на зло. Она трахалась с покером, и я смотрел ей в глаза. Вот, это был секс на зло. Она давала на зло мне. И она говорила, крутая идея давать на зло. То есть, давать мужику и тащиться от того, что он бесится, понимаешь? Это генерация страсти и эмоций. Сильнейшая генерация, понимаешь? А так штырит невероятно. Первый раз, когда я в эту ситуацию попал с любимой телкой, которая сама пошла и назло ебалась другим, тащилась от того, как я сильно бешусь от этого, как я сильно, блядь, ревную, видела, как меня колбасит. И смотрела мне в глаза и кайфовала от этого одновременно. От того, что ебет ее чувак классно. И от того, что я от этого с ума схожу. И потом тащилась от моего негатива, как я на нее орал, ругался, как я ревновал, блядь. Она тащилась, смотрела и заводилась от этого, влюбляла меня, понимаешь? Смотрела мне в глаза наглая тварь. Смотрела, хватала меня. И когда я обесился, злился, она становилась на колени и сосала мне. Потому что ей нравилось сосать эмоции, негативные эмоции, высасывать из меня. У меня вставал и ебал. И у нас были изнасилования, короче. Там всякие разные, да, там в грозу, там в грязи, пиздец какой-то разный. Да и черти что, понимаешь? Вот это, вот это ценность, это ценность этого номер один в жизни. Номер один ценности этого. А многие обожглись, короче, и это. Я наоборот ищу такие отношения, новые такие отношения. Мне плевать, что это херово закончилось. Будут еще отношения такие же, и я их найду. Понимаешь, такие классные раскачки, которые были. Когда тебя штырит. Когда тебя штырит, мир весь просто с ног на голову встает. И все, у тебя начинается взлет, как взлет ракеты. Ты обесцениваешь все свои, вот, ну ничего не стоит вся эта хуйня, поверь. Все, вот я сейчас занимаюсь там мировым проектом кардио, да. Мировой проект мировую ценность имеет. Ну и что, блядь? Ну и что, что мне даст это? Мировое признание, там, патенты эти американские. Что мне это даст? По сравнению с тем пиздецом, который мне может дать женщина, которую я испытывал в своей жизни. Это мне не даст ничего. Я уже был в таких ситуациях, когда неожиданно становился охуенно известным человеком. Да, и все на меня начинали молиться. Вот одна тёлка, которая на меня молилась, она была ценнее, чем вот все вот эти вот мужики, тёлки, все-все-все, которые на меня молятся. Потому что тогда генерится, когда вот сильная любовь и страсть человека испытывает, генерится такая энергия из людей, это как рождение сверхновой, понимаешь? То есть из точки, есть огромное количество массы во Вселенной, но из точки огромная просто энергия херачит от того, что там, ну, это как рождение сверхновой звезды, это как рождение звезды. В одном человеке может зародиться столько энергии, которое можно питать, запитывать города, понимаешь? Это любовь. Это ядерный взрыв, понимаешь? Вот это такая по уровню энергетическому. И это мы как бы, мы изучаем законы, как этот ядерный взрыв возродить в человеке. И они все ёбнуты, эти законы. Нормальности там нет. Люди говорят, это ненормально, то ненормально. Блять, в законах, которые порождают ядерный взрыв в человеке, нет ни одного нормального пункта. Все пункты алогичны, ненормальны, за гранями этого самого, понимаешь, да? Вот. А люди говорят там, ну, многие моралисты там, те, кто критики там и так далее, там, критики, моя тема, говорят, что вот, вы там делаете вот это плохо, вот это не очень хорошо, вот это не очень хорошо. Да, в рамках ценностей этого мира материальных мы делаем нехорошие вещи. Да, я разбил чашку, это нехорошая вещь, понимаешь? Я въебал этой чашкой в стену, она разлетелась на разные осколки, схватил ее за горло, блять, и засадил в нее член. И мы трахались на этой чашке все в крови. После этого счастливые пошли осколки этого стекла доставать из тела. Лечили друг друга, целовали друг другу рамки. Блять, ну что тут вот нормального? Право, это ненормально. А Ромео яду выпил, блять, с Жульетты, это тоже ненормально, понимаешь? Но ценность Шекспир доказал сквозь века этих эмоций. И каждый, сука, человек об этом мечтает, понимаешь? И у каждого есть возможность это сделать в своей жизни. Но люди стараются от этого подальше держаться, понимаешь? Они стараются держаться, они что думают? Они держатся от этого подальше, это когда-то произойдет в их жизни? Хуй вам, блять, вы угадали. Вы стараетесь держаться от этого подальше? Никогда это вы не испытаете. Никогда не окажетесь в ситуации Ромео или Джульетты. Никогда. Понимаешь? Уже никогда. Уже после вашего первого сексуального опыта, если этого не было, когда неожиданно всплеск эмоций возник гормональный и так далее, после молодости, вы уже мертвяки, блять. Если вы не встанете просто тупо на путь изучения законов, по которым можно это в любом возрасте делать, понимаешь? В любом возрасте. Вот в этом смысл мастерской темы. Тема охотниц. А это одинаковая тема, что мастеров, что охотниц, потому что они действуют одинаково. Это законы вызова раскачки эмоций в людях. Все эти упражнения, понимаешь? Все эти опыты, которые делаются. Все эти игры, все эти ходы. Это все, оно создает таким образом то, что нам нужно. То, что нам нужно. Взрыв ядерной бомбы. Так, ладно, что-то, блять, мы увлеклись. Наталья, кофе вывести. Я один выбор сделала. Какой? Что до темы я была лучше, чем после. Потому что именно такое и было. Почему? Ну, такое и была я, понимаешь? Такое, ну, телка я не знаю. Охотница, ты же разделяешь телку и охотницу. И я, ну, хотели, не больше, а сейчас, когда ты чуть-чуть... Знаешь, почему? Видимо, неправильно все понятно было в теме, как ты объясняешь, что... Вот, вот, вот. То есть, чуть-чуть не так. То есть, вот так, но не так. Так и не так, надо бы ходить на это. Я ходила раньше, и всегда мне прям, ну, чувствовалось... Ну, вот даже, ну, всеми, у тебя пахнет сексом, не сексом, а состоянием, понимаешь, вот этой вот женственности. А охотница, она именно такой должна быть, сейчас. Да. Вот. Охотница должна быть гораздо мощнее. А все понимают по-другому ощущения. То, что вы не понимаете того, что я отдаю, это не умаляет достижение этой системы, этих правил. Вот. Я много раз говорю, что ты все неправильно понимаешь. Ты все понимаешь, как свое кино, а не слушаешь, понимаешь? А надо слушать, и надо именно так понимать, как это говорится, понимаешь? Да. Просто ваши комплексы не дают вам развиваться, ваши сексуальные страхи не дают вам развиваться. А потом есть все ображения, которые ты делаешь, я со мной делала по-своему. О, по-своему. Надо делать так, как сказали тебе. Как мне пока. И в итоге меня хотели после ГК тоже прахнуть, я не думала, почему. Это хорошо. Я вспомнила, как Тори подходит и говорит, мне не хочется, я подхожу, мужик, и не хотят со мной идти. А я им говорю, ну я чисто интуитивно это посоветовала, это в теме, этого нет. Я говорю, а ты знаешь, как подойди, скажи? Ты подойди, скажи? Не так, там, со страхом, пойдем со мной. Я говорю, а я знаешь, как соблазила мужика? Я тракнула мужика через 5 минут. Я говорю, я подошла, я делаю так, чтобы мужик подумал, что он меня развел. То есть я его развожу на вспоминание того, что как будто он меня развел. То есть ты садишься и говоришь, стесняться надо обязательно, смущаться чуть-чуть и говоришь, такая, ну, представляешь, я вот, ну, я, конечно, так стесняюсь, и так сильно об этом говорить. Я говорю, ну, говори, говори, что я говорю, ну, у меня такие вот фантазии реальные, я не знаю, как их осуществить, я так хочу их осуществить в туалете, вот там, например, с двумя мужиками. Ну, забудьте, я просто вот решила поделиться. Нет, а давай поподробнее. Я говорю, нет, нет, ну что, я не могу это там говорить, ну, ну, это ж такие фантазии, я вот об этом всё мечтаю, но мне так стыдно, я скромная девочка, и вдруг, представляешь, такие вот ужасные фантазии в моей голове рождаются. Я вот не знаю, ну, я так хочу осуществить, но мне, конечно, очень страшно. И они такие, а может, всё-таки осуществим? Я говорю, ну, ты что, ну, как ты это, ну, давай, давай, и начинают меня упрашивать, на самом деле, развожу же, я их на это. И потом они говорят, я говорю, ты точно уверен, да? Я говорю, давай попробуем. А другой слушал мужик, говорит, а можно я тоже с тобой следующий? Я говорю, ну, это совсем как-то уже, но я так ещё не пробовала. Я, короче, молчу, что я двух мужиков трахнула подряд. Ты двух мужиков трахнула подряд, да? Я говорю, ну, нет, ну, ты ж по-женски должна, мужик-самец, он должен чувствовать, что он тебя, понимаешь, соблазнил. Это ты трахнула или Тори? Нет, я, а потом мне Тори так посоветовала сделать. И после этого она мне очень благодарила. Конечно, мужик должен чувствовать, что он мужик. Я говорю, ты разденься и ты так скажи, ну, так скажи, что он бы подумал, что обязательно иногда стесняйся, а потом, ну, то есть ты такая должна быть уверенной, быть в себе. А потом, естественно, всё раз в кокетку превратилась, стесняшку, потом опять, знаешь, ты сделал какой-то вызов, взрыв мозгу. Я хочу, я хочу, чтобы, представляешь, два мужика не ебут. А ты такая страсть, а потом, ой, ну, блин, я так стыдно. А потом опять, понимаешь, вот так вот. Ну, я так, я как-то чувствую это, ну, в теме такого нет, понимаешь, в теме... Нет, в теме такое есть, Ира, на другом уровне. Ну, да. На этом уровне, на низком уровне, надо, чтобы девочки поняли одно, что они могут всё, им за это ничего не будет. И они должны понять, что если она предложит себя мужику в голом виде, он её даже не сможет взять, понимаешь? Они должны почувствовать, что это только в их руках. То есть, она хочет, возьмёт, не хочет, не возьмёт. Она должна понять, что это в её руках. А ведь у них такие страхи, из-за этих страхов они не умеют мужикам управлять. Из-за этих страхов. То есть, мы, как бы, на тренинге, в первую очередь, убиваем страх. Она становится в себе уверенной. Она понимает, что она контролирует ситуацию. Вот это очень важно. Это самый первый уровень. А дальше уже все эти манипуляции, ты права, как бы. А вот почему у меня, короче, поменялось. Потому что, или Диана, или кто-то мне сказала, говорит, ты жертва, тебя берут мужики. Всё верно. Но чтобы они меня взяли, это же я делаю. В итоге я источник, я же соблазнила. Да. На то, чтобы он меня взял. То есть, ты сыграл жертву. Да, но взять должен не меня. Сыграла жертву с тем, с кем хочешь сыграть жертву. Но взять, всё равно он должен. Конечно, он, конечно. Иначе возбуждения не будет. Я же тебе объяснял в начале разговора. А мне не было жертву, меня все берут неправильно. Я должна активничать, как эта самка, идти и брать. Нет, нет, это неправильно. Это ты неправильно поняла. Так никто не говорит в теме. Это ошибка твоя, твоего понимания. Да? Конечно. Продолжение следует.